Доброе утро, девочки мои! Сегодня прекрасная погода. У нас вчера резко похолодало. Ночью было около нуля. А сегодня утром, смотрю, плюс один. Ну, прогреется воздух до восьми. И в ближайшие десять дней такая погода будет. То дождь, то не дождь. И будет днём не больше восьми, а ночью где-то один-два градуса. Вот такая температура. Вот. Ну, вчера ещё и ветер сильный был. И пасмурный, и дождь. Ужасная была погода. Ничего не делала, безделенчила. Сегодня солнышко вышло, я взбодрилась. И, в общем, кучу дел сейчас собираюсь сделать. Вышла я, девочки, делать свои дела. Вышла я прямо вот не могу налюбоваться. Вот насколько вчера была отвратительная погода. Отвратительная. Я вчера вообще не могла выйти из дома. Да мне и дома делать ничего не хотелось. Какое-то такое, знаете, сонливое состояние. Ой. И хотелось лежать под одеялом. Потому что на улице дождь, ветер и всё такое. Сейчас я иду в ателье. Знакомая идёт. Надо штанишки подшить. Всё, девочки, отдала я штанишки. Зашла в пятёрочку. Взяла виноградки, шмиш. 89 рублей стоит. Последний раз я брала по 150. И вот я ещё не могу. Последнее время мне не попадается творог зерновой в сливках. И вот он называется «Станция молочная». Я его брала два раза. Обалденный. Вкусный. И очень хочу ещё. Честно говоря, я хочу брать просто творог. Но он же ещё и кислый. Когда вот его даже делают, приходится сахарить. А тот сахарить не надо. Он не сладкий и не кислый. Прям такой приятный, как сливки. Вообще мне продукция «Станция молочная» понравилась. Вот и молоко, вкусное кефирчик. И вот сливочное масло, кстати. Оно хоть и дороже, чем красная цена. Красная цена 97. А вот это вот 144. Но оно вкусное, ёлки-палки. И не крошится. Я смотрю блинчики с пыл-жару, которые я брала раньше. Здесь вот есть побольше диаметром. Это вот с начинкой. Если фаршировать. Но я их не буду. Я маленький хочу. Только что узнала, что безнал не работает. Что-то сейчас. А у меня наличных немного. Поэтому я взяла хлеб, виноград и масло. Все. Надеюсь, хватит мне наличных. Иду на кассу. Солнце светит ярко. Все, девочки. Сделала свои дела гораздо быстрее, чем ожидала. Кстати, обратили внимание, шапку я надела уже такую зимнюю. Потому что плюс 5 градусов пара идет. А на солнышке без ветра оно нормально. Мы с знакомой постояли сначала на солнышке, поболтали. Потом вышли вот сюда за уголочек на ветер. И прям сразу холодно стало. Задувает ветер очень сильно. Вот. Собиралась еще сходить на конечную. Резиночку там надо было купить. Но в ателье резиночка оказалась. Вот. Так что они поставят мне резиночку там на штанички. Ну, решила их немножко сделать поудобнее внизу. Вот. Так что все. Жалко, что в пятерочке не работает безнал. А я уже так привыкла, что везде карточкой плачу. При том, что у нас тут рядом Сбербанк через дорогу. Закрыт на ремонт. Это надо на конечную, наверное, идти, чтобы снять наличные. В общем, хорошо, что у меня немножко наличных было. По крайней мере, то, что мне было необходимо. Хлеб, масло я взяла. На виноград еще хватило у меня. И все. Так что мне, если надо будет что-то наличными платить, придется топать аж на конечную. Ну, сегодня не пойду никуда. В общем-то, все, что у меня сегодня было по списку, по плану, я сделала. Вот. Салатик еще хочу, оливьешечку сделать. Но у меня еще пока есть, что поесть. Я борщ недавно варила. Борщ еще есть. Там еще рыбка, сосиски. В общем, сегодня еще пока есть, что поесть. А салатик, наверное, сделаю завтра. В общем, я себе накатала список на эти каникулы, девчата. И к зубному записалась. Еще позвонила почистить компьютер, чтобы пришел мастер. В общем, короче, к зубному аж через две недели. Мастер придет через три дня. Ателье сегодня отдала, послезавтра забирать. Вроде ничего больше у нас сегодня нет. А, ну, еще там надо еще по компьютеру там немножко поповыряться. Пылесос помыла контейнер. В общем, привезла в порядок. Потому что когда мне приходит мастер чистить компьютер, ну, от пыли, вот, вентилятор там вот этот, то у меня есть такие маленькие насадочки. Как раз вот очень хорошо подходит компьютер чистить. Я на пылесос вот эти насадочки надеваю. И все прекрасно очищается. Нигде ни пылинки, ни соринки не остается. На слабенькую ставлю. И она очень хорошо всасывает. Я смотрю, котята тут на солнышке развалились, кайфуют. Ой, как здорово им тут. Вот, так что на сегодня вроде и все сделала. Ну, походу, может, что-нибудь придумаю. Вот все-таки как погода на меня влияет, я заметила. Как только вот солнышко такое, хорошенькая погода, и сразу что-то, какие-то дела делаются. Все как-то, дела спорятся. А вот как вчера было, так все, я залезла под офиял. Ничего не хочу делать. Даже ничего вообще палец о палец. Ну, бывает такое на ходе. Все, девчата, пошла я домой. Завтракать. Не, ну я так кашу повсяную поела уже, в принципе. Наверное, уже до обеда подожду. Борщик поем сегодня. Стою, загораю. Наслаждаюсь солнышком, потому что вот у нас уже... Вообще октябрь был отличный месяц. Побаловал нас октябрь. Можно сказать, бабье лето было почти весь октябрь. И вот прям вот буквально с 1 ноября резко похолодание. И все. И все. Теперь настоящая осень пойдет. Ну, может в конце ноября еще и снежок даже пойти. И морозы стукнуть. Ну, сейчас, в принципе, иногда даже ночные заморозки могут быть у нас. Да. Все, девчата, пошла домой. Доброе утро, девочки мои. Сегодня хорошая погода. Вчера я день пропустила, ничего не снимала. Было пасмурно. К вечеру дождь пошел, всю ночь поливала. Мокрая земля сейчас. И у меня вчера было сонливое состояние. Цел день ничего делать не хотелось. А сегодня вот уже солнечное и прямо бодренькое. Ветра нету сегодня, прямо хорошо. Хотя прохладненько. Всего 5 градусов тепла. Днем будет до 8. А я на завтрак себе кашку манную решила сварить. Что-то захотелось мне кашки манной. В общем, сегодня на завтрак каша манная. Все же овсянку и овсянку. Надо же иногда разнообразить меню свое. Смотрите, девочки, какой красивый закат. Сегодня полдня было пасмурно. И вот там уже на горизонте облака заканчиваются. И солнышко садится. Садится очень быстро. Целый день просидела, прождала звонок из ателье. Сейчас позвонила, они говорят, ну мы до 8 сегодня сделаем вам. Вот так вот. Так и не вышло до сих пор. Все, девочки, выскочила я. Позвонили мне только что из ателье. Короче, бегу быстрее. Бегом. 6 часов вечера, так темно. Вообще, я вам закат показывала, было без 5.5. Сейчас утра она темнеет. А в декабре еще раньше будет темнеть. В общем, вот такие дела. Ну я обычно в такое время, когда уже темно, обычно на улицу не выхожу, не гуляю. В магазин в это время уже не хожу. А сейчас, видите, нужда заставила идти. Ну, как раз заодно посмотрим, что тут. Ой, сколько бабушек цветочки продают. Ну, какие красивые цветочечки. Ой, красивые-красивые цветочки. Все, бежим-бежим дальше, девчата. О, дню бабушек мало, что вечера, смотрите. А потому что люди с работы идут. Может, кому-то надо. Кстати, цветочки эти недорогие. Классные. Все. Все, быстренько прыгнула в штаны. И бегу. Так, аж на третий этаж надо подняться. Ой, ну дай бог, чтобы там все нормально было. Зашла, девочки, в пятерочку. Решила взять молоко. Вот такое молоко беру, чтобы оно стояло иногда. Так, на тот случай, если вдруг захочется. Яблочки взяла голым. Так, пойду еще возьму. Что мне надо? А что мне надо? Сметанку, сыр. Пришла сюда, но мне хлеб не нужен. Хотела взять венскую булочку. Нету. Полочки подразгребли. Я взяла другую. Я взяла ватрушку. Что-то взяла себе. Что-то взяла не себе. Ну, в общем, вот так набрала. Кстати, девочки, вот эти вот конфеты. Джек. Джек. Ну, это даже не конфеты. Это вафля шоколадная. И в шоколадной глазури. Вот они недорогие, но они вкусные. Берешь одну такую, съедаешь, но они на вес продаются. И все, как будто вафельку съела. И порция нормальная. Так, ну все, вроде бы взяла. Хорошо, что у меня список лежал уже в кармане. Даже то, что мне нужно. Еще картошечку. Кстати, завтра свежая картошечка появится, раз ящики пустые. Ну, вот, прекрасно. Они даже еще не разбирали товар. Зато старую картошку убрали. Хорошо. Завтра надо заскочить за картошечкой сюда. Так, все, пожалуй. Бегу на кассу. Все, девочки, пришла домой. В общем, накидала. Ну, что-то себе накидала. А что-то я завтра собираюсь в гости на гостинчик. Ну, к дочке завтра еду. Денечке вот он ломтишки любит. Запить вот это йогурт взяла. Я знаю, Крикер вот это печеньки любит. Что ему еще? Ну и фрукты тут, бананы, там яблоки. У меня еще кое-что есть. В общем, огурец себе взяла. Вот эти конфетки взяла себе. Потому что шоколадные, я ему не это... А, ну, пироженками себе побаловать решила. Вот эту сметану. 15-процентная сметана. Это... А, это агрокомплекс. В общем, тоже нормальная. В общем, короче говоря, вот так вот набрала. Сейчас плюшками побалуюсь. И все на сегодня. А, ну вот и штаны подшили. Ну, это вот такие тепленькие с начесом. Просто они были длинноватые. Мне приходилось их вот так подворачивать в ботинках. Сейчас мне их укоротили. Резиночку попросила, чтобы сделали. Чтобы они у меня не вылазили из ботинок. И все. 350 рублей. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Уже, правда, не совсем утро. Еду к дочке. Взяла внуку гостинчики. Там фрукты всякие, вкусняшки. Вот. Поеду. И ее надо отпустить там, съездить. И по своим делам. В общем-то, я там недолго буду. Часа три, наверное. Ну, что, с Денькой пообщаемся. В общем, не знаю, буду я там снимать что-то или нет. Особо снимать-то как бы и нечего. Ну, посмотрим по обстоятельствам. Погода у нас сегодня пасмурная. Ночью был дождь. Сейчас дождя нету. Но он чуть-чуть попозже пойдет. И уже до самого вечера будет дождь идти. Ну, ничего так. Температура плюс восемь. Ветра нету. В общем-то, свежо. Но из-за того, что нет ветра, не очень холодно. Чуть пораньше вышла. Спокойно дойти на остановочку. Поеду на автобусе. Вот. И прям воздухом хочется подышать. Поэтому прогуливаюсь. О, уже много желтых листьев лежит. Прям уже такая ощущается осень-осень. Прям настоящая. А кто это у нас? Милочка-кошечка. Лапочка-то, да, милая? Лежит такая, наблюдая за всеми. А чем у нас Дэнни занимается? Дэнни тут играет. Мультики включил. Молодец. Дэнни, только потише сделай. Ну что, девочки. Видите, я же вам говорила, что снимать почти ничего не буду. Потому что снимать нечего. Это когда мы еще с дочкой вместе там можем о чем-то поболкать. В общем, короче, я приехала, она умчалась. Она примчалась, я умчалась. Поэтому все бегом, все скорее. Сейчас уже темнеет. Я хочу до темноты уже. Вообще время пятый час. Ну, из-за того, что пасмурно еще. Вот. А мне же еще после пяти обещал мастер приехать. Не знаю. Я ему написала, он мне ничего не ответил. Не забыл ли он? Я не знаю, приедет он сегодня или нет. Ну, надеюсь, что сделает он сегодня работу свою. Ну, нет, так, значит, будем договариваться на другой день как-нибудь. Все. Бегу на остановку. Все. Я уже дома. Успела вовремя. Я уже даже приготовила, чтобы не забыть, девочки. Это же у меня такой набор. Пылесосить компьютер, например, удобно. В машине там какие-то узкие щели, там панели. Вот это вот вообще гибкий шланг. Одевается на трубу, можно там надеть. Ой. А здесь щеточка выдвигается. Можно вот так задвинуть. А можно вот сюда еще надеть вот такие узенькие насадки. Вот одна насадка вот такая, совсем узкая, другая. Вот это вот очень хорошо клавиатуру пылесосить. Ну, слабый, ставишь мощную слабенькую. И погнала. Все, вся пыль. Вот у меня в прошлый раз он, когда приходил чистить компьютер, я ему достала этот набор. И ему было работать легче. Ну, вот такая щелевая еще. Кстати говоря, специально с загибом тоже куда-то залезть в какие-то щели. И ему удобно было работать. И мне тут пыль. Вся пыль ушла всасываться. Такой набор вообще, честно говоря, я даже не знаю, сейчас, наверное, уже в продаже и не купишь нигде. Это я когда в МВидео работала, и вот такие наборы у нас были в продаже, и как-то они у нас были, видите, миле написано, по акции. Я, в общем-то, недорого мне достался этот наборчик, такой чемоданчик небольшой. Вот. В общем, короче говоря, немножко я тут намочила, и оно у меня стоит, сохнет. Фух, девочки мои, мчалась быстрее. А сама иду и думаю, что-то мне как-то так вот, чулка мне подсказывает, что он, наверное, сегодня не придет. Он мне еще когда сказал, что четвертого, в начале недели я ему звонила. Я говорю, четвертый же праздник. Он говорит, ну вот как раз я буду выходной, с утра дела там до пяти, а после пяти приду, говорит. Ну я ему уже написала полчетвертого, он ничего даже не прочитал в WhatsApp сообщение, ну что я могу задержаться у дочки, я написала, и что, чтобы он мне, чтобы он подождал, пока я вернусь домой, ему напишу, когда вернусь. Вот я сейчас ему написала, что я уже дома, но я смотрю, что он в WhatsApp вообще с 12 часов дня не заходил. Так что, хотела я же показать вам, как он это все чистит, но он разбирает весь компьютер, буквально вот там все прям подетально, подетально все разбирает, раскладывает, и каждую детальку там чистит, как раз этим пылесосиком, вот этими маленькими насадочками как-то там чистит. Вот, так что я не буду сейчас сильно особенно настраиваться на его приход, придет хорошо, не придет, значит передоговоримся на другой день, это не срочно обморочно, просто время пришло компьютер почистить, но передоговоримся на другой день. Все, девочки, я уже подустала, честно говоря, за сегодняшний день, и хочу уже отдыхать, раздеваться и все такое прочее делать, ничего не собираюсь больше. Видео на этом хочу закончить. Пишите комментарии, ставьте лайки и все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok